Девушки отдыхают Как то аркадный супер-боевик для Sony PlayStation 2 Rise to Honor Смотрите, не переключайтесь В ближайшие дни Capcom официально объявит о продолжении Resident Evil Фамутсу на этой неделе сообщил, что новый survival-хоррор будет требовать подключения к интернету И также будет содержать многих, если не всех персонажей из оригинальной версии Outbreak Напомню, что Resident Evil Outbreak 2 уже появился в США А европейский выпуск произойдет уже до сентября Но без поддержки сетевого режима Сейчас проводятся предварительные переговоры с европейскими провайдерами Об организации интернет-сервиса для Outbreak 2 Как и первая часть игры, вторая будет эксклюзивным проектом для PlayStation 2 Если вы не являетесь счастливым обладателем приставки Sony, не расстраивайтесь Ведь ваш сотовый телефон тоже своего рода игровая консоль Специально для вас Далее в программе мини-игры для мобилок Сегодня обозреваем игрушку под названием Цаппер Аркадный рейсинг от компании India Games Езда по пресеченной местности на скорости в 150 миль в час никогда еще не была такой простой и приятной Геймплей чем-то отдаленно напоминает режим драгрейсинга в Need for Speed За тем исключением, что ехать вам придется не на тюнингованном уличном болиде, а за рулем весьма внушительного внедорожника Управление совершенно интуитивное и не требует чрезмерной концентрации при игре Основная цель — пройти определенный участок трассы быстрее, чем это сделает соперник Хитрость игры заключается в том, что вам необходимо быстрее оппонента собрать разбросанные на дороге канистры с топливом Словом, игра приятная Графика вполне на уровне, да и звук совсем неплох Если ваш мобильник поддерживает Ява, советую вам попробовать эту игру Все игры, представленные в нашей программе, вы без труда найдете в фирменных отделах компании Гигабайт Самый свежий софт, музыка и фильмы, и, конечно же, огромный выбор компьютерных игр Каждый геймер обязательно найдет то, что ему нужно в отделах CD-центра Движемся далее и переходим к тройке самых популярных игровых продуктов в неделе Замыкает тройку лидеров на этой неделе Command & Conquer Generals — Война в Ираке Неофициальное фенское дополнение к самой популярной РТСке на сегодняшний день Множество любопытных фич, плюс исправленные глюки, новые компании и образцы техники На выходе имеем практически идеальную реал-тайм-стратегию Всем любителям играть обязательно На втором месте на этой неделе Far Cry Этот проект — детище небольшой германской фирмы Crytek Studios, основанной в 1999 году Начинался он под названием Exile, однако в полноценную игру Exile так и не развился Оставшись лишь средством демонстрации возможностей новых тогда видеокарт GeForce 3 и разработанного Crytek-движка Однако, к счастью, этим дело все же не закончилось И теперь проект переживает второе рождение под именем Far Cry Игры, изначально ориентированные на мультиплеер, уже единожды доказав свою востребованность и состоятельность, продолжают отвоевывать себе место под солнцем Если раньше в моде были одиночные игры с сетевыми возможностями, то теперь акценты нередко смещаются с точностью до наоборот Последователей этой тенденции год от года становится все больше Перед вами один из них — встречаки, чемпион этой недели — Unreal Tournament 2004 Мультиплеерный символ и наследник славных традиций Unreal И без сомнения потенциальный хит этого года А теперь гейм-секреты Сегодня мы будем ковырять коды величайшей экшен-эпопеи всех времен и народов Max Payne А если быть точным, то ее второй серии Итак, смотрите внимательно Для того, чтобы получить доступ к кодам, необходимо для начала сделать следующее Запустить игру из командной строки с параметром Developer Это открывает консоль для редактирования Далее все просто В игре нажимаем тильду и вызываем консоль И, наконец, вводим следующие коды Кодер — самый полезный из кодов Дает режим Бога, плюс все оружие, плюс 100% здоровья и нескончаемые боеприпасы Год делает вас бессмертным Ведя Get All Weapons, вы получаете все оружие Get Bullet Time переводит игрока в режим Slow More Ведете Get Health — получите 1000% здоровья В игре доступно и огромное количество других кодов Чтобы посмотреть их все, просто введите Help Смена поколений игровых систем оставила в стороне целый жанр Жанр боевиков Однако история развивается по спирали И классические игры родом из 80-х и 90-х в обновленном виде Вновь возвращаются на первые места в рейтингах популярных проектов Совсем недавно на улице владельцев Xbox был праздник Поводом послужил выход в свет игры Rise to Honor Сегодня настал черед владельцев PlayStation 2 радоваться жизни Rise to Honor — это настоящее удовольствие Чистый адреналин, неразбавленный экшен Стиль игры напоминает гонконгские фильмы Вам предстоит рубиться в роли легендарного Джета Ли Мастера боевых искусств, виртуозно владеющего кунг-фу Многочисленные комбинации зрелищных приемов и спецударов Выполняются со скоростью молнии Простым нажатием на аналоговое управление Rise to Honor предлагает интуитивно понятную систему контроля Аналоговый грибочек нужно отклонить в сторону нападающего врага Чтобы произвести ответный удар Поначалу такое решение проблемы ориентирования кажется не совсем обычным Но со временем становится ясно, что данная система весьма удобна Игра четко следует задному сценарию Демонстрируя зрелищные заставки на движке Которые заполняют паузу между поединками и погонями Все эти неотъемлемые черты обеспечивают сегодня коммерческий успех игр и фильмов И даже опции своим внешним видом напоминают меню DVD Антураж узких улочек Гонконга с гирляндами разноцветных фонариков И восточными рынками создают необходимый колорит Частая смена декораций помогает поддерживать интерес Не позволяя игровому процессу выглядеть однообразно Движения персонажей прекрасно анимированы Главный герой похож на знаменитого актера и обладает яркой индивидуальностью Использование предметов окружающей обстановки во время боя приветствуется Джет может схватить стул и запустить его во врагов, тем самым сбивая их с ног Во время погони правление героем чрезвычайно упрощено, что порадует юных игроков, но может обескуражить заядлых хардкорных геймеров Бег с препятствиями и прыжками по крышам выполняется легкими манипуляциями, аналоговым управлением и кнопой X В стиле незабываемой матрицы Фантастическая работа виртуальной камеры помогает происходящему на экране смотреться естественно Сцены, включающие погони, оживляют игру Герой будет подниматься по узким лестницам, совершать прыжки с крыши на крышу, выбивать из седла мотоциклистов и тому подобное Враги, встречающиеся вам на пути, часто туповаты Они идут вперед, рассчитывая лишь на грубую силу Использовав обходной маневр, Джет может проводить спецатаки эффективнее, укладывая на лопатки не только рядового бандита, но и босса уровня Для победы в случае с огнестрельным оружием потребуется умение находить укрытие и наносить ответный удар Спрятавшись за мусорным баком в узком переулке, герой может переждать шквал пуль В ответ он несколькими точными выстрелами отправит в лучший мир любого члена триада Прохождение уровней открывает интересные заставки, которые затем можно вновь просматривать Внимательно наблюдая за качественной анимацией движений Rise to Uno представляет собой несколько упрощенный в техническом плане боевик Включающий приятное визуальное оформление и прекрасную проработку боевых стилей Интересная новинка адресована поклонникам кинофильмов с восточными единоборствами Прощаюсь, все, увидимся в следующую среду на канале Экспресс, пока!